Сегодня мы с вами продолжим с помощью Всевышнего переводы готовых уроков Рава Рабиновича к книге Млахим. Урок посвящается для безопасности на земле Израиля, спасения всех заложников, извлечения всех раненых и больных. Итак, мы остановились на середине главы 3, и я хочу в данном случае прочесть то, что написано в тексте, прежде чем мы перейдем к готовому уроку. В большинстве случаев я полагаюсь на то, что слушатель уже знает и читал эти отрывки, или, во всяком случае, может сам прочесть. Но в данном случае я решил, что сначала стоит эту историю прочесть, хотя бы вкратце суммировать. Значит, как я говорил, это в том числе автора главы Микец. Сейчас она начинается с конца предыдущего отрывка, то, что Шлома видел сон, видение пророческое, и Всевышний ему пообещал много хорошего, если он будет дальше вести себя праведно. И вот дальше описывается такая история. Видимо, это должно было произойти дальше, чтобы у Шломова репутация распространилась как праведного и, главное, мудрого царя, который видит то, что даже скрыто от обычных людей. А именно, пришли перед ним две жены, дословно, зонот. Зонот обычно значит блудница, проститутка. Неужели у евреев были проститутки? Вот мы сейчас увидим. Значит, приходят две женщины зонот к царю и спорят они о следующем. И, значит, одна из них говорит перед царем, что вот мы родили, да, я и эта женщина родили детей, и мы живем в одном доме, и когда мы спали, умер ребенок этой женщины. И она мне его подложила, а себе взяла моего ребенка. И когда я проснулась, я вижу мертвого ребенка, но я поняла, что это не мой ребенок. А другая женщина перед царем говорит наоборот, что нет, говорит, это твой, это мой ребенок живой, а твой ребенок мертвый. А так ведь нет, твой мертвый, а мой живой. И так они и разговаривают перед царем. Кстати, заметьте некую разницу, молбим это замечательно в комментариях. Он считает, что уже тогда Шлома понял, какая настоящая мама. Но он еще не доказал это, но он уже, во всяком случае, почувствовал по словам их, для кого что важно. Дело в том, что одна женщина говорит, что это мой ребенок, он живой, а твой ребенок мертвый. А другая говорит в обратном порядке. Твой ребенок мертвый, а мой ребенок живой. В чем разница? Обычно человек упоминает то, что ему более важно первым. То есть для одной важно, что ее ребенок жив, а для другой важно, что твой ребенок мертв. Это для нее самое главное, что главное, что твой мертв. Она таки настоящая лгунья. У нее умер ребенок, а она на самом деле хочет, чтобы умер у соседки, и говорит, что нет, это твой как раз мертвый. Для нее это самое главное. Итак, значит, царь повторил это все, говорит, это говорит, что мой ребенок жив, твой ребенок мертв. А это говорит, нет, что твой ребенок мертв, а мой ребенок жив. И сказал тогда царь, а ну-ка принесите мне срочно меч, и я сейчас разрежу ребенка пополам. И тогда каждый останется половина ребенка. И говорит тогда женщина, у которой настоящий живой ребенок царю, что, пожалуйста, пусть лучше ей будет этот ребенок, не трогай ребенка, да, не убивай его. А эта, говорит, ни тебе, ни мне продолжает на своем настаивать. И тогда царь говорит, вот настоящая мама ребенка, да, первая, которая готова отдать своего ребенка, только чтобы он остался жив. Отдайте его, отдайте его, не трогайте его, отдайте его его маме. Так вот спрашивается, да, кажется, и первое впечатление этой истории, если глубоко не вдаваться, что царю просто очень повезло. Во-первых, как могли вообще подумать, что царь прямо убьет ребенка, ребенок зачем виноват? Во-вторых, ему очень повезло, что вторая мама оказалась такой жестокой, и для нее так важно, чтобы у соперницы не был ребенок, что она готова даже, чтобы он умер, только чтобы не достался, так сказать, сопернице. Эта же жестокая женщина по-настоящему не является матерью ребенка. Но ведь она могла быть похитрее и тоже сказать то же самое, что и сказала другая мама. Вообще, к этой истории есть очень много подходов, и существуют даже каббалистические учения, которые подсказывают там что-то в духовных мирах. Но автор, как мы сейчас увидим, дает достаточно простое объяснение, согласно простому смыслу, которое может быть вполне убедительным. Опять же, это не единственное возможное объяснение. Есть даже такие, видел целую статью такого хитрого объяснения на базе Медраша, что эти женщины, они просто были какие-то там женщины, они друг другу, оказывается, приходились, согласно этому Медрашу, приходились друг другу невесткой и свекровью. То есть, получается такая ситуация, смотрите, это нужно знать тонкость еврейского закона, чтобы понять, согласно этому Медрашу, что произошло. Что была какая-то женщина, и у нее умер муж, согласно этому подходу, муж тоже умер. Мы знаем, что по закону, если у женщины умирает муж, и нет детей у мужа, тогда этой женщине нужно проходить то, что называется ебум или халица. То есть, брат мужа либо женится на ней, либо делает ехалицу. Но для этого брат должен быть взрослым. Так вот, произошло следующее. Родился ребенок у ее свекрови как раз, и это был единственный брат умершего мужа. Получается, что если окажется, что он жив, то этой несчастной женщине нужно теперь ждать, пока он вырастет, ему будет 13 лет, и она ни за кого не может выходить замуж, пока он не сделает ей халицу. Вряд ли он сделает ей ебум, она настолько его старше, скорее всего, он будет делать халицу. Но для этого нужно дождаться, пока он возрослеет. То есть, на 13 лет она застряла. Поэтому ей было так выгодно любая из двух ситуаций. Либо, что ее ребенок жив, тогда у мужа есть дети, либо, если мертв, по крайней мере, ребенок ее свекрови, тогда нет брата у мужа, и опять же, не нужно ждать ебума. Самая худшая для нее ситуация, это если ее ребенок умер до смерти мужа, а вот как раз ребенок свекрови будет жив, и нужно будет теперь ждать 13 лет. Вот такой вот очень хитрый, получается, подход, который использует определенные знания еврейского закона, чтобы объяснить всю эту историю. Я считаю, что это все натянутые подходы. Мне больше нравится подход автора Датсофрим, как мы сейчас увидим, Раба Рабиновича. Что здесь произошло? Надо не забывать, что, согласно Хазаре, Шлому было всего 12 лет. Поэтому он выглядел как ребенок и мог сделать что-то, что людям могло показаться, что и впрямь он готов на такое, что он готов сейчас убить этого ребенка. И мы сейчас увидим, почему. Итак, автор начинает с того, что цель данной истории, это чтобы люди узнали о мудрости Шлому, и что от него ничего не скроешь. Так в чем была именно его мудрость? Ну, один учеников говорит, что он сообразил, кто именно мать ребенка. Говорит учитель, посмотрите внимательно, что когда Шлому сказал разрезать ребенка, как могло даже прийти в голову, что он и впрямь это сделает? Неужели кто-то мог попасться на такую простую уловку? Почему действительно вторая женщина не поняла, что это трюк? Нужно читать внимательно нашу историю и пытаться понять, что произошло. Как обычно, в Танахе он уже не раз говорил, что первое впечатление может быть обманчивым. Так ученик спрашивает, а я спрашиваю еще более сложный вопрос. Как вообще такое могло быть, что среди святого еврейского народа, в том поколении, мы считаем, что в древности евреи были еще более праведные? Что там среди них были проститутки какие-то, у которых дети рождаются неизвестно от кого, неизвестно как? Как вообще такое могло быть? Неизвестно, кто чей сын, кто от кого родился. Кстати, замечу, что это опять же тонкости еврейского закона требуют, что всегда были известны родители ребенка. Когда неизвестны родители ребенка, то очень много проблем с этим. И всякие стигмы, и возможно, что он мамзер. Это все обсуждается в трактатике Кедушин. Те, кто со мной изучали цикл дофьоми, помнят, наверное, в конце тракта Кедушин, как и напоминаются независимые штуки. Ребенок, про которого если спрашивают у мамы, кто отец ребенка, она молчит. От слова «штуки» молчать, да, это определенная стигма, и определенные проблемы из этого возникают. Многие есть проблемы, это именно потому, что неизвестно отцовство. Потому что очень многие еврейские законы связаны с тем, что нужно знать, кто отец. Те же законы Ебума, о которых я уже говорил, законы наследия и множество других. В конце концов, так может и брат жениться на сестре, если неизвестно, кто отец. Отец спит с разными женщинами, у него рождаются дети, то так может в результате встретиться его двое детей, не зная, что у них общий отец, и пожениться. То есть это ужасно. Еврейский закон очень строг с этим, и это очень важно. Вот именно чистота семьи, то, что евреи и жены евреев не изменяют мужьям. И когда такое происходит, есть какие-то проститутки, это ужасная вещь. Торо об этом говорит, да, что лотизне хаарец, моля хаарец, зима, наполнится вся земля запрещенными связями, да, от того, что рождаются неизвестно чьи дети. Как такое могло быть вообще, что у евреев такие были женщины? Говорит на это учитель. Вот как раз получается, не зря говорится, что когда мудрый человек задает вопрос, у него в вопросе уже половина ответа. Это и есть ключ ко всей загадке нашей истории. Что одна из вот сложностей, да, вот этот секрет чей, да, отцовства, секрет, кто настоящий отец ребенка, да, одна из сложностей, которая это создает, и вообще в любом суде, который невозможно доказать, и сложно узнать, что происходит, и создает всевозможные проблемы. И это в том числе, да, то, что обычно люди скрывают, если ребенок родился от не того мужчины, да, или у женщины не было мужчины. И вот эти вещи, да, судьи имеют огромные проблемы обычно разрешить подобные вопросы. Поэтому, собственно, весь этот вопрос и был передан Шлому, самому царю. Вот. Ученик говорит, что это похоже на то, что мы учим на трактате Баба Меция в начале, самой первой мишны Баба Меция, скоро цикл Дафьоми дойдет до трактата Баба Меция, сейчас Дафьоми изучает Баба Каму. Первый из трех Баба, три есть, так называемые, врата в Масэгат Низикин, и вот средние врата, там начинается с первой мишны, что два человека приходят и держатся за какую-то ткань, талит то, что называется, да, какую-то простыню они держат, и каждый говорит, что это моя. И в каких-то ситуациях, не во всех, кстати, но в определенных ситуациях мы говорим, что делим пополам, но они должны клясться, что каждому принадлежит хотя бы половина. Ну, разумеется, все понимают, что одно дело талит, который можно разделить пополам, а ребенка-то пополам не разделишь. Кстати, автор говорит, что он был таким свидетелем, когда маленькие дети, и так, одна девочка хотела себе братика и попросила, чтобы дали половину хотя бы там какого-то родственника, который приходит, да, чтобы половину оставили с ней, потому что у нее вообще нет братика. Вот, но это хорошо для маленькой девочки, но такое невозможно сделать реально. Ребенок же умрет, если его разрежешь, и все это понимают. Кстати, насчет вот этого талита, который делят пополам, была известная история одного раввина, который... К нему пришли две женщины, которые стирали белье, и у одной из них простынь подобрала течение реки, и она потом застряла, допустим, в кустах, и каждый говорит, что это ее простынь. То есть смыло течение, и казалось бы, что делать, тоже как разделить пополам, что ли? А раввин так поступил. Он им сказал, что сейчас простынь мокрая, поэтому вы не можете узнать. Может быть, кто-то из вас потом признает, что это не ваше простынь, когда она высохнет, и вы сможете как следует ее рассмотреть. На следующий день они к нему пришли, а он взял свою простынь и показал им. Одна говорит, я теперь вижу, да, это не моя простынь. А другая говорит, нет, это моя простынь все еще. Да, она же не знала, что подменили. Тогда он первый говорит, что это действительно тогда настоящая простынь твоя, а что вторая женщина, получается, она просто... Ну, любой простынь говорит, это моя, это моя. Вот это уже похоже больше на историю со шломом. Как-то поймать вруна на вранье. Так вот. Значит, ученик спрашивает, может быть, тогда шлома просто в шутку, что ли, сказал, давайте разделим ребенка пополам. Действительно, такое общение иногда создается, что, может быть, шлома на самом деле несерьезно это все говорил, что всем понятно, что ребенка-то пополам не разделишь. Вот. Но учитель это отвергает. Он говорит, что это нелогично совершенно, это выглядит как очень серьезный суд, и похоже, что действительно люди испугались, и так из мидрашей выглядит. Он говорит, что молодой царь действительно готов разрезать ребенка. Но за что и как? Так вот, ответ, как мы уже в каком-то смысле подсказали, один из учеников, согласно этому модельному уроку, спросил подобное. А именно, что давайте, говорит, спрошу вас, говорит учитель, как вообще могло получиться, что такого типа женщины из проститутки, да, находятся в еврейском лагере, так сказать, в еврейской среде, который святой народ был. И говорит на это, кстати, замечу здесь, что как раз секулярные сионисты, когда хотели сделать Израиль на базе вот того, чтобы это было государство, как все государства, народы, как все народы, они как раз считали, что большим достижением будут, если будут и еврейские воры, в любом обществе есть разные люди, есть воры, есть проститутки. Значит, когда, говорит, будут и воры сидеть в израильских тюрьмах, и проститутки на израильских улицах, вот это действительно значит, мы стали как все народы. Вот. То есть в каком-то смысле движение секулярного сионизма было во многом и бунтом против Торы тоже. Зачем нам быть особым народом? Да, давайте будем как все. У всех народов есть разные люди, хорошие и плохие, в том числе и криминальные элементы, и так далее. Это нормально. В всяком случае, в древности у евреев не должно было быть проституток. Это обычно, если бывали проститутки, то пророки за это критиковали народ. Тора подчеркивает, что не давайте, не просто, чтобы сама женщина не была проституткой, но что не давайте ей быть, пусть не будет среди вашего народа, да, то есть Тора подчеркивает в главе Кедушим, да, что это закон, как говорят хазаль, по отношению к суду еврейскому, что должны следить за такими вещами и не давать существованию проституции. Так вот, как такие вообще женщины могли быть? Говорит ученик, может быть, в том поколении так было, да, что в этом народ был не совсем праведный. Учитель говорит, если вы, говорит, посмотрите внимательно, как раз наоборот, вы увидите обратное. Именно из нашей истории видно, что это была не нормальная ситуация, что были проститутки. Обычно таких женщин не было среди нас. Когда вдруг выяснилось, что есть такого типа женщины, и они еще пришли на суд к царю, то царь мог приказать, и людям могло показаться это, во всяком случае, не невероятным, что он такое говорит, что убьем такого ребенка, что ребенок, который родился от проституток, и неизвестно ни кто его родители, я приказываю его убить. Разве можно так, да? Ребенок-то чем виноват? Ну вот это один из случаев, когда привилегии царя, мы уже говорили не раз, что у царя были большие очень привилегии, в том числе судить не по закону. Он мог, во всяком случае, создать впечатление, особенно молодой царь, молодые люди, они очень склонны к экстремизму, и к большей жестокости, да? Милосердие обычно приходит с возрастом. Вполне возможно, что молодой 12-летний мальчик мог такое приказать, и людям не казалось это невероятным, что он такое приказывает. Раз невозможно выяснить, кто родитель ребенка, так давайте его вообще предадим смерти. Автор говорит, что Никаш Лома это так сказал еще, таким, так сказать, тоном, наверное, так и с такой злобой, гневом, что, да, как вы смеете жить такой жизнью и рожать неизвестно от кого, да, вообще этому ребенку не жизнь будет, непонятно, может он мамзер, да, я приказываю его разрезать на части, и тогда одна из женщин стала умолять, чтобы этого ребенка оставили в живых, пусть он даже будет с другой женщиной, только чтобы не тронули его. А вторая, как бы сделала из себя некую в кавычках праведницу, что вот, я согласна с судом царя, я неправильно поступила, что родила неизвестно от кого, но я теперь согласна, да, и пусть этого ребенка не будет в живых. И тогда, конечно, все поняли, и царь всем показал, кто действительно настоящая мама ребенка. Вот, как я сказал, есть другие объяснения этой истории, и многое здесь непонятного, но, во-всего-звуча, одна из возможных одна из возможностей, да, того, что действительно здесь произошло, это то, что царь фактически, как считает автор, приказал не наказать самого ребенка, а лишить его жизни, чтобы не, чтобы было неповадно в нашем народе рожать от кого попало. И могли люди все впрямь представить, что молодой царь, 12-летний, что-то подобное и впрямь собирается сделать. Разумеется, никому в голову в результате не пришло в нашей истории, чтобы так судить подобные ситуации. Это только вот ему удалось создать это впечатление, во всяком случае, так, чтобы признала женщина, которая не мать-ребенка, да, показала свою жестокость на глазах у всех и впрямь подумала, что царь готов на такое пойти. И на этом я на сегодня закончу. Следующий урок по главе 4-й будет уже. И если вам нравится это видео, пожалуйста, жмите лайк и, пожалуйста, подписывайтесь на наш канал. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!